Как повлияет на выборы на Украине освобождение Надежды Савченко? Ускорившаяся, с приближением второго тура президентских выборов, дестабилизация внутренней украинской политики, в ночь на среду получила дополнительный импульс. На свободу вышла герой Украины и депутат Верховной Рады Надежда Савченко, по кличке Пуля. Она уже обещает коллегам-парламентариям страшное возвращение в сессионный зал, и уж тем более не ждет от нее ничего хорошего действующий президент Петр Порошенко, для которого сам факт освобождения Савченко означает, в первую очередь, потерю контроля над судебной системой. Надежда Савченко по прозвищу Пуля обещала коллегам по Раде страшное возвращение. Фото, архив, своим освобождением Савченко. А также проходящий с нею по одному делу активист Владимир Рубан обязаны своим адвокатам в количестве восьми человек. Они, использовав все процедурные возможности опоздания, отводы, ходатайства о перерыве и прочие хитрости, максимально затянули заседание Браварского межрайонного суда, рассматривавшего вопрос о продлении ареста Савченко и Рубану. Дело в том, что срок предыдущего ареста истекал равно в полночь 16 апреля, и при отсутствии иного решения суд был обязан их отпустить. Создав суету и неразбериху в ходе почти 16-часового заседания, адвокаты не дали возможности военным прокурорам и суду продлить арест обвиняемых в подготовке масштабного теракта Савченко и Рубана еще на два месяца. В итоге через несколько минут после полуночи судья постановила освободить их из-под стражи до следующего заседания по этому вопросу, которое назначено на 7 мая. Минус. Порошенко готовится к срыву голосования. Нынешнему же президенту, а равно и его окружению, выход Савченко на свободу после безмалого годичного отсутствия. Когда она была арестована в здании парламента 22 марта прошлого года, не сулит ничего хорошего за пять дней до решающего второго тура выборов. Судя по первым комментариям, Савченко ничего не забыла и не простила Петру Порошенко, мы прекрасно знаем, что это за человек. Мы знаем, что эти щенячьи глаза, которые сейчас просят прощения у украинского народа, завтра превратятся в глаза гиены, шакала, который снова будет рвать украинский народ, бросать его под танки, бросать танки на своих людей. Нет, этого больше не будет, заявила она журналистам еще в зале судебного заседания. Ничего хорошего не ждут от нее и депутаты Верховной Рады, в том числе и с фракцией партии Батькивщина, которой принадлежала Савченко, послушно снявшая с нее неприкосновенность и одобрившая арест. Скандальным и страшным будет новый приход Савченко на свое рабочее место в Верховную Раду. Мы помним реакцию народных депутатов, когда по слуху из уст Матиоса, главный военный прокурор Украины. Примечание. РГ, у Савченко были в сумочке гранаты. Тогда меня обыскивали все журналисты, на всех эфирах, в Верховной Раде. Гранат, кроме фруктов, не нашли. Но депутатам было страшно. У меня есть мое рабочее место, есть присяга, данная украинскому народу. Я возвращаюсь, конечно, в Верховную Раду, сказала Савченко. Она полагает, что украинский парламент в ближайшие недели будет принимать антинародные законы на фоне последней агонии Порошенко, и обещала этому противостоять. При ближении дня голосование лишает чиновников какого-либо желания служить уходящему президенту. Очевидно, что освобождение Савченко состоялось только благодаря избирательной кампании, в которую заказавшего ее арест Петра Порошенко практически не осталось шансов. Свежие данные от Киевского международного института социологии гласят, что во втором туре он с троекратным отставанием проигрывает Владимиру Зеленскому 25% против 72%. Минус. Савченко назвала смешным воскресное выступление Порошенко на стадионе. И этот процесс, похоже, уже необратим. К примеру, генеральный подрядчик уголовного дела против Савченко главный военный прокурор Анатолий Матиос, вероятнее всего, наблюдал за ее освобождением уже из-за пределов Украины. Информация о его бегстве появилась в украинских СМИ накануне, и до сих пор официально не опровергнута. По мнению украинских журналистов, сообщивших о бегстве Матиоса, он сегодня больше боится Петра Порошенко, обвиняющего его в публикации материалов о коррупции в компании Украбаранпром, нанесшей серьезный удар по его окружению, и в целом избирательной кампании, а также в личном оскорблении и слежке за младшим сыном Михаилом. Впрочем, по мнению местных комментаторов, остаться во власти при новом президенте у Матиоса тоже нет никакой возможности. Бегство Матиоса, всегда занимавшего особое место в украинской политике, не единственный признак начавшегося обрушения власть на вертикали Порошенко. Ранее заявление об отставке на двух листах с перечислением обид на президента и прямыми обвинениями в его адрес написал заместитель главы его администрации генерал-лейтенант Валерий Кондратюк-Человек, отвечавший за координацию спецслужб. Также не опровергнута информация об отставке еще одного замглавы администрации. Отвечавшего за суды Алексея Филатова. Помимо того СБУ пришлось опровергать сенсационные сообщения в соцсетях, что глава службы Василий Грицак после первого тура выборов написал заявление об отставке. В мире экс-СССР Украина Надежда Савченко. Политическая карьера выборы президента Украины. 2019 политический кризис на Украине.